Слава Господу! 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 Благослови сердца наши, благослови мое сердце, Господь, чтобы мне наполниться Духом Твоим Святым сегодня через Слово Твое, Господь, через песнопение, через всю программу, которая будет, Господь, благослови сердца наши, и да будет имя Твое прославлено, возвеличено, наш вечный любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Споем вместе «Глубже всех морей и океанов». Глубже всех морей и океанов Глубже всех морей и океанов. Глубже всех морей и океанов. Гибнул я изранен и несчастный, но Иисус нашел и спас меня. Он омыл грехи, дал ризы снежной белесни, дар святого Духа даровал. Он омыл грехи, дал ризы снежной белесни, чадом Божиим меня назвал. Счастлив я Христовой благодатью, я спасен от смерти и суда. Сердцем грех теперь не овладеет, в нем обитель Господа Христа. Он омыл грехи, дал ризы снежной белесни, дар святого Духа даровал. Он омыл грехи, дал ризы снежной белесни, чадом Божиим меня назвал. Чадом Божиим меня назвал. Слава Господу. 1 стих 1 Иоанна 4,7 Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Возлюбленные, будем любить друг друга. Давайте мы поприветствуем друг друга, который рядом стоит. Познакомимся. Если вы кого-то не знаете, пожалуйста, подойдите к ним. Скажите аллоха, welcome. Познакомимся. 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 Как долго ходил я во тьме, Боже, будь рядом со мною, Боже, прошу, снисься ко мне, святостью и нежной любовью. Пусть Твоя истина и правота ночью и днем охраняет меня, очи мои устремлены к великому Богу любви. Слава Господу, садитесь, пожалуйста. У многих у вас есть такие брошюрки или, я не знаю, как их назвать, papers that you guys could write on them, you guys could make comments, write on them, и брат Виталик будет говорить слово. Постарайтесь записать три пункта, которые вы взяли себе. What is God is telling you? What is God is trying to tell your heart today? Тогда она больше запомнится. And you guys could talk about it, когда вы едете домой, обсудить это дома. It helps a lot, когда мы записываем. Брат Виталик скажет слово. Еще раз всем доброе утро. Слава Господу за возможность быть здесь, на этом месте, в это утро. И я бы хотел обратить внимание всех нас на второе послание Иоанна. Второе послание Иоанна, которое он пишет, или, как мы говорим, второе Иоанна. Почти все послание мы прочитаем сегодня. И я бы хотел обратить наше внимание на некоторые пункты, о некоторых истинах, которые говорит Иоанн в своем послании. Итак, мы будем читать 2 Иоанна, 1 глава и единственная, с 1 стиха по 11. Здесь написано так. Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине. И не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа, Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь, предписывая тебе, но ту, которую имели от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Такой человек есть обольститель и антихрист. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, и чтобы получить, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учения Христова, и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Аминь. До этого места. Как мы заметили, что Иоанн много раз употребляет слово «истина». Слово «истина». Он говорит, я люблю, которых я люблю поистине, детям, которых я люблю поистине. Потом он говорит, я рад, что дети твои ходят в истине. И здесь я хочу обратить внимание, особенно на 4 стих. Здесь написано, я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И поэтому я назвал свою проповедь «ходить в истине». «Ходить в истине». Итак, что такое истина? Истина – это, если сказать нашим языком, простым языком, это правда. Или по-английски truth. Истина is the truth. И все, конечно же, хотят знать правду. Знаете, нет такого человека, который мог бы искренне сказать, я хочу услышать ложь. Вот нет такого человека. Все хотят знать только правду, да? То есть люди где-то research делают, учатся, делать эксперименты и так далее и тому подобное. Многие ученые посвящают всю свою жизнь тому, чтобы узнать правду. Как то или иное работает, как то или иное соответствует или зависит одно от другого и так далее. Каждый человек хочет знать правду. И всем нужна только правда, и каждый ее усиленно ищет. Но когда я размышлял над этой темой, я пришел к такому заключению, что, к сожалению, в мире понятие о том, что есть истина, она очень размыта. Если вы у каждого человека в мире спросите, что есть истина, вам каждый по-разному ответит. Каждый. Поэтому Пилат, он тоже был неглупый. Он говорит, вот Христос, это же такой неординарный человек. Вот сейчас я у него спрошу, что такое истина. И он спросил у Христа, что есть истина. Но мы знаем, что Христос не дал ему ответ, потому что Пилат не знал, что такое истина. Он не мог знать, что такое истина. И более ста лет назад американский поэт, он зарифмовал одну древнюю притчу. Притча называется «Слепые и слон». И в начале стихотворения так говорится. «Однажды шестеро индусов, больших приверженцев учения, решили рассмотреть слона, хоть были слепы от рождения, чтобы каждый через наблюдение составил собственное мнение». И в этой поэме каждый из шести путешественников, то есть индусов этих, они осязают какую-то часть слона и затем описывают другим, что он обнаружил. И вот один из них находит ногу слона, и он ее осязает и описывает, что это что-то круглое, шершавое и похожее на дерево. Другой нащупывает клык и описывает слона, как копье. Третий держится за хвост и утверждает, что слон похож на веревку. Четвертый обнаруживает хобот и настаивает на том, что слон похож на огромную змею. Каждый описывает истину. Правда же? Каждый из них что-то нашед, ощупав, описывает то, что он обнаружил. Но поскольку у каждого из них своя истина, основанная на личном опыте, все они настаивают на собственной правоте. В конце стихотворения такие слова. «Громко и разгоряченно долго спорили индусы. Каждый, меня себя ученым, был упрям и неуступчив. И при том, что каждый был отчасти прав, все неправы были, правду не познав». Каждый из них был по-своему прав. Но так слона они не нарисовали. Этот говорит веревка, тот говорит змея, тот говорит дерево и так далее. Мы видим из этой притчи, из этой поэмы, что у каждого своя правда. Потому что люди без Бога, они слепы. И когда человек слеп, как вот эти были люди, они могут описать свою правду или сформулировать свою правду только на личном опыте. Или на опыте других людей. Они видят и говорят, вот это правда. Вот это по-настоящему. Когда Иисус Христос обращается к Фоме, это написано Иоанна, 14 глава, 6 стих, он говорит такие слова. «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Истина – это truth. Как мы уже сказали. То есть это есть правда. Иисус говорит, «Я есть им правда». «Я есть им та правда, которую люди ищут и сами ее пытаются сформулировать. Но она есть только во Христе. Христос говорит, «Я есть им путь, и истина, и жизнь». Итак, истина есть в Иисусе Христе и Его заповедях и учении. Истина есть в Иисусе Христе, в Его заповедях и Его учения. Вот это есть истина. И когда Иоанн говорит, что он обрадовался, то мы видим, он обрадовался не тому, что дети госпожи знали истину, что они о ней знали. Он обрадовался не тому, что они ее изучали, но он обрадовался тому, что они в ней ходили. Вот чему Иоанн обрадовался. Он говорит, «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». И невольно рождается вопрос, а как нам ходить в истине? Как нам ходить в истине? Потому что это есть практически наша жизнь. И первое, о чем здесь говорит Иоанн, или на что он обращает внимание, это пятый стих, он говорит, «И ныне прошу тебя, госпожа, никак новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую мы имеем от начала, чтобы мы, что делали? Любили друг друга». Это первое, на что я хочу обратить внимание. Как мы можем ходить в истине? Как ходить в истине? Это любить друг друга. Иоанн также, 1 Иоанна, 4 глава, 7 стих, пишет, «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Знаете, часто, когда мы говорим о том, о любви друг к другу, когда мы эту тему задеваем или слышим об этом, зачастую подразумеваются какие-то эмоции или чувства. то есть вот как я чувствую к брату, то есть как моя реакция идет к брату или к сестре или к тому иному человеку. Зачастую вот это, хотя это нельзя полностью исключить, нельзя полностью исключить, чисто чувства, они вообще не работают, они вообще не считаются, а все как бы что-то другое. Но их нельзя полностью исключить, но все же истинная любовь, она проявляется на деле. Она проявляется не на чувствах, не то, как мы чувствуем, но она проявляется тем, что мы делаем. И поэтому Иоанн, 1 Иоанна 3 глава 18 стих, он пишет, «Дети мои, станем любить не словом или языком, но как, но делом и истинною». И есть одно стихотворение, где такие слова, «Любить лишь на словах, в том нет труда, любить же делом мало кто желает». На словах нет проблем любить, но на деле показать. Вот к чему призывает Слово Божие. Не на чувствах, но на деле. И Слово Божие очень много говорит о любви на делах. Слово Божие наполнено местами Священного Писания, где говорится о любви именно на делах. И здесь Иоанн в 3 главе 16 и 17 стих, он пишет, «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия». Вот любовь на делах. Если ты видишь человека, который нуждается в помощи, но затворяешь от него сердце свое, у тебя нету время, или ты сейчас куда-то сильно спешишь, или тебе вообще просто это неинтересно, то написано, как может пребывать в том любовь Божия. Но надо быть очень внимательны, как на делах мы проявляем. Потому что за столом, за чаем мы можем очень много говорить о любви. Но когда приходят конкретные ситуации в нашей жизни, порой мы можем проваливать эти тесты. Иисус Христос в Нагорной проповеди Он пишет так, «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит Геене Огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, остав там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». То, как мы любим или не любим друг друга, напрямую зависит от того, как мы относимся друг к другу. Не то, может быть, порой, как мы думаем о друг друге, потому что мысли могут приходить разные, их надо пленять. Написано, что мы пленяем мысли наши в послушании Иисусу Христу. Но то, как мы любим или не любим друг друга, напрямую зависит от того, от наших отношений друг к другу. И поэтому Иисус Христос на горной проповеди учит о правильных отношениях между друг другом. О правильных. И о том, что это очень важно в глазах Бога. Здесь написано, если ты принес свой дар, Христос говорит, мне не столь важно то, что ты принес, а мне важно отношения, которые ты имеешь сегодня с братом или сестрой. Это намного важнее. Итак, первое, что необходимо, чтобы ходить в истине, это, как мы сказали уже, любить друг друга. Это важно. Второе, что мы видим из этой главы, из этого послания, чтобы ходить в истине, надо удаляться от ереси. Удаляться от ереси или от того, что противоположно истине. А что есть противоположно истине? Это есть обман. Удаляться от обмана. Ереси или обман есть противоположность истине. Отцом лжи является дьявол. Отцом обмана и всякой лжи является дьявол. Об этом Иисус говорит, когда обращается к народу, который в него не веровал. Когда он ходил по Иерусалиму и собирались столпы народа, они абсолютно не верили в него. Им надо было что-то получить от него, но в веру от него они не верили. Иисус Христос обращается к ним в Иоанна 8 главе 44 стих. Он говорит, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего? Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». У каждой ереси есть общий корень. У каждой ереси есть общий корень. И здесь говорится об этом в 7 стихе, 2 Иоанна 7 стих написано, «Ибо многие обольстители пришли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Такой человек есть обольститель и антихрист. У каждой ереси есть общий корень. Это не признание Иисуса Христа как Бога, пришедшего во плоти. Это корень каждой ереси. И много очень разных учений есть. И мы встречались со многими, которые не... Если ты их спросишь, если Иисус Христос есть Бог, пришедший во плоти, они скажут нет. То есть он как или пророк, или какой-то добрый человек, или то, или другое. Все, что угодно, но только не Бог, который пришел во плоти. Это есть общий корень. Слово Божье учит нас, чтобы нам удаляться от людей, приносящих такое учение. Чтобы мы удалялись от людей. К сожалению, я знаю лично людей, которые последовали такой ереси. Которые из учения Христового перешли в другое учение, которое не есть Христова и потерпели большой урон. Конец человека такого печальный. И он печальный как в этой жизни, так и в будущей. Как в этой жизни, так и в будущей. Поэтому очень важно удаляться от всякой ереси. И апостол Павел, он обращаясь к церкви в Риме, пишет им такие слова. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают уста простодушных. Такие люди служат не Господу Иисусу Христу, а своему чреву. У них свои планы. У них свои планы насчет того, что они делают. К сожалению, такие люди были тогда, о которых пишет Иоанн, и такие люди есть и сегодня в наше время. Их становится больше. Их становится больше. Разные учения, ереси процветают в наши дни. И поэтому нам надо бодрствовать, чтобы не впасть ни в какой обман. Нам надо бодрствовать. Нам надо знать и пребывать в учении Христовом. Для того, чтобы не потерять того, над чем трудились, как пишет Иоанн в 8 стихе, наблюдайте за собой, чтобы вам не потерять того, над чем вы трудились, но чтобы получить полную награду. Итак, мы рассмотрели, как практически ходить в истине. Первое, это любить друг друга, и второе, это удаляться от ереси. И знаете, если сегодня мы слушаем и мы проверяем наше сердце, и мы видим, что у нас есть проблема в той или иной сфере, если мы видим, что у нас есть проблема с любовью к ближнему, что где-то в нашем сердце закрался этот корень такой горький, злой кому-то, сегодня Господь призывает, Слово Божие, Он призывает, чтобы нам исправить наши пути, и чтобы нам ходить опять в истине. Потому что написано, не любящий брата, он не может пребывать в истине. И если мы проверяем наше сердце, понимаем, что мы начинаем увлекаться каким-то тем или иным мучением, которое не есть Христова, которое не учит Библия, то нам надо остановиться и исправить наши пути. К этому призывает Слово Божье, чтобы нам, проверяя наши сердца, ходить в истине. Пускай Господь даст мудрость и силы каждому из нас ходить в истине. Помолимся. Аминь. Наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое, оно учит нас. Мы благодарим Тебя за то, что оно наставляет нас, за то, что оно нас обличает. Господи, за то, что мы сегодня можем и имеем возможность и время исправить наши пути, Господь. Проверяя сердце наше, Господь, в свете Твоего Слова, мы можем сегодня изменить то, что мы делаем неправильно, Господь. Сегодня Ты даешь еще эту благодать, Твою милость, Твою для каждого, Господь. Я прошу мое сердце, Господь, благослови, чтобы мне всегда иметь любовь к братьям, сестрам, Господь. Не просто на словах, не просто в мыслях, но на деле, Господь. Чтобы любить, чтобы мы могли любить друг друга делом истинно, как учит Слово Твое, Господь. И также не увлекаться никакой ересью, Господь, чтобы никакое учение, которое не Твое есть учение, Господь, не проникало в сердце наше. Ибо дьявол, мы читаем, он как рыкающий лев ищет кого поглотить, особенно избранных, Господи. Дьявол направляет силы на то, чтобы сегодня сразить сердца тех людей, которые преданы Тебе, Господь. Я прошу, Ты огради, огради мое сердце, огради сердце каждого из нас, чтобы нам ходить в истине, Господи, чтобы исполняться Духом в каждом мне, Господь, через Слово Твое, через песнопение, Господи, чтобы истина Твоя, она пребывала в сердце каждого из нас. Благослови, благослови, Господь, Церковь нашу, сохрани Церковь, Господь, от всякого зла, от людей, которые могут приносить разделение. Да будет имя Твое прославлено во всем и возвеличен наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Жизнь моя сокрыта лишь в Тебе, и на всем моем пути земной. Я нуждаюсь, мой Господь, Тебе Утром, ночью, вечером и днем. Ты, мой дух, любовью согрей, разум и сознание отсвятий. Помоги войти мне в рая дверь, За Тобою данный крест нести. Часто нету сил вперед идти, Дух и тело часто устает. Помоги войти мне в рая дверь, Помоги на жизненном пути, Забывая скорбь идти вперед. Ты, мой дух, любовью согрей, Разум и сознание освятий. Помоги войти мне в рая дверь, За Тобою данный крест нести. Пусть тяжелым кажется мне путь, Но всегда лишь Ты меня веди. Чтоб не смог я на пути уснуть, Мимо ханаанских в рак пройти. Ты, мой дух, любовью согрей, Разум и сознание освятий. Помоги войти мне в рая дверь, За Тобою данный крест нести. Ты, мой дух, любовью согрей, Разум и сознание освятий. Помоги войти мне в рая дверь, За Тобою данный крест нести. Слава Господу. И сейчас мы выслушаем слово. Брат Эрик прочитает. Практические вещи, что Господь делает, когда входит в сердце, о чем брат Виталик говорил. И сейчас это практически что случилось на примере, который оставлен для нас на Священном Писании. Брат Эрик прочитает. Я буду говорить, Лук, 19, 1-10. Jesus entered Jericho and was passing through. A man named Zacchaeus lived there. He was a chief tax collector and was very rich. Zacchaeus wanted to see who Jesus was, but he was a short man. He could not see Jesus because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree. He wanted to see Jesus, who was coming that way. Jesus reached the spot where Zacchaeus was. He looked up and said, Zacchaeus, come down at once. I must stay at your house today. So Zacchaeus climbed down at once and welcomed him gladly. All the people saw this. They began to whisper among themselves. They said, Jesus has gone to the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up. He said, look, Lord, here and now I give half of what I own to those who are poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay it back. I will pay it back four times the amount I took. Jesus said to Zacchaeus, today salvation has come to your house. You are a member of Abraham's family line. The son of man came to look for the lost and save them. Amen. Спасибо, брат Эрик. Маленькая история оставлена для нас на Священном Писании насчет Zacchaeus. Что мы знаем насчет Zacchaeus? Был очень маленький, был очень богатый. И какая у него нужна была? Он хотел увидеть Иисуса. И он, мы знаем, что, кажется, что он, наверное, оббирал больше, чем должно людей. Был очень маленький, жадненький, наверное, оббирал. Но он хотел увидеть Иисуса. Богатый человек. Очень состоятельный. Все его знают. Он негодный Zacchaeus. Наверное, говорили про себя, кого он оббирал, так? Какой он негодный. Но он хотел увидеть Иисуса. Побежал. Залез на Sycamore fig tree. Я первый раз услышал. Смоковница. На дерево. Богатый человек лезет на дерево. Очень маленький. Вы видели такое? Очень богатый человек. Маленький. Наверное, меньше, чем брат Виталик он был. Ну, как брат Виталик полез на дерево. Скажем, зачем он лезет на дерево? Хочет увидеть Иисуса. Он увидел и сказано, что он с радостью принял его. И Христос, когда вошел в дом, все, все он поменял. Он его сердце поменял. Человек стал другим. Кого я обидел, воздам четверо. Вы кого-то обидели на этой неделе? Жену, мужа, четверо. Воздать надо. История оставленная для нас как пример насчет Захея, чтобы мы что-то для себя взяли. Чтобы мы взяли. И написано, главные слова здесь. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать, взыскать и спасти погибших. Сын Человеческий пришел на эту землю взыскать и спасти погибших. И он сегодня хочет взыскать и спасти погибших. Если ты откроешь дверь ему, Закей открыл дверь к Христу. И он вошел и поменял его полностью. Everything changed in his life. Мы не видим, что Христос укоряет его и говорит, какой ты Закей, ты отдай это, негодный, или ты должен покаяться. Христос зашел, поменял. Он сам говорит, кого я обидел. И были многие, которые были обижены. He was a cheap tax collector. Не просто tax collector там. Главный tax collector. И мы учимся с этой историей, что Закей, когда Христос входит, ты уже не своими силами пытайся что-то поменять. Христос меняет тебя. И ты говоришь, кого я обидел, я воздам четверо. It's all Jesus. That's what kind of work he does in our hearts when he comes in into our house. Слава Господу. И сейчас мы услышим слово для детей и потом участие. Будьте готовы к участию. У нас соил, да, лежит? Потом даже можете подойти, потрогать и посмотреть, что это за соил, чтобы было понятно. Итак, мы будем читать Евангелие от Матфея, 13 глава. Мы будем читать с третьего стиха. Пока брат Андрей там включает, мы потом вернемся к этому PowerPoint. И поучал их. Кто поучал? Христос. И поучал их многими притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, иное, то есть семя, упало при дороге. И налетели птицы и поклевали его. Кто кормил птиц семечками когда-нибудь? Поднимите руку. Они любят семечки. У нас сосед все время выходит, рассыпает семечки, и птицы налетают, и клюют там буквально 3 минуты, и все, ничего больше нет. Иное упало на места каменистые, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была не глубока. Кто ходил с папой, с мамой на хайк, по камням лазил? Знаете, эти камни большие, и там вокруг растут такие маленькие растения, то там, то там. На самих камнях они не растут. Они растут там, где есть земля, вокруг камней. Когда же взошло солнце, увяло, так как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Мы когда-нибудь ходили на хайк, видели колючки, где растут? Такие острые-острые, такие спайки, плэнтс такие. Мы потом вернемся. Пока оставь на сеятеле, мы потом вернемся к нему. Спасибо, брат Андрей. Иное упало в тернии, выросла терния, и заглушила его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши, слышит да слышит. И здесь, как бы, Иисус объясняет это все народу, и люди слушают, и думают, ну как бы здесь ничего особенного нету в этой истории. Иисус говорит, что семя, сеятель вышел. Это было для израильтян знакомо. Все сеяли, все имели семена, потому что с них делали хлеб. Но здесь было другое значение. И мы сейчас посмотрим, как он эту притчу объясняет. Вот, сеятель, да, кто знает, сеятель, кто никогда не видел, когда дядя идет и так рассыпает семечки прям по полю, так, в обе стороны, да. И здесь написано, ко всякому слушающему слово, о царстве и неразумеющему, потом приходят лукавые и похищают посеянное в сердце. Сеятель, это, в этой притче, это Иисус Христос, семя, это его слово, которое сеется. И Иисус Христос и Бог, они сеют это семя для людей. И этот сеятель, он говорит или через свое слово непосредственно, когда мы читаем Библию с вами, детки, или когда выходят сюда, дядя Паша выходит, дядя Миша, мы выходим, мы делимся этим семенем, мы говорим об этом Слове Божьем, да. Но иногда, вот как эти птицы, брат Андрей, листай, иногда семя падает при дороге. И что на дороге случается? На дороге, знаете, когда люди ходят, да, следующий слайд. Люди топчут его, следующий слайд, птицы прилетают, похищают. Прилетели птицы, поклевали, все, что посеяло. Здесь написано, что это лукавый, который приходит, и все, что вы в собрании сегодня услышали, он хочет это как-то украсть у вас. Вы выслушали Слово, все, вышли за дверью с церкви, уже ничего не помните. Враг лукавый похитил это семя. Вот похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых камнях означает того, кто слышит Слово и тотчас с радостью принимает его. Следующий слайд. Рокки граунд. Посеянное на камнях, еще один слайд. Оно начинает расти, с радостью принимается, но потом оно, к сожалению, вянет. Оно засыхает, потому что корня нету, везде камни. Оно не может прорасти глубоко. Это означает того, кто с радостью принимает, но не имеет в корне, непостоянен, и как только скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняется. Человек, который с радостью принимает, но что-то случается в жизни. Something happens, some problem, and все. The word is gone. Слово уходит и не получается плода. Торни граунд, да? Следующий. Опасение в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодно. Часто то, что мы слышим на собрании, приходим домой, включаем мультики, включаем что-то еще, и какие-то у нас другие вещи, которые становятся более важными, чем Слово, которое было посеяно в собрании. У кого такое бывает? У меня бывает. Посмотрел мультики, спроси, о чем дядя Паша сегодня говорил, или дядя Виталик, не помним. Мультики в голове. Часто какие-то книжки или что-то еще, или хомворк надо делать, или что, хорошо школа закончилась, да, сейчас все дети вздохнули, все. Хоть на это не будем отвлекаться. Теперь все лето можем теперь слушать Слово Божие, да, слушаться папу с мамой и так далее. А посеянное же на доброй земле означает слышащего, следующий слайд, good soil, да, означает слышащего Слово и разумеющего, и бывает плодоносное. И что иное приносит плод во сто крат, иное в шестьдесят, иное в тридцать. Вот у вас такие soils есть. Есть каменистые, да, есть как при дороге, есть там, где колючки, и есть хорошая земля, вот такая. И вот эта земля означает вас, ваше сердце, куда сеются вот такие семечки. Вот такой пакетик, где Миша приготовил такой пакетик, здесь семечки. Если посеять семечки вот в эти семена, вот в эту землю, оно или вырастет, или не вырастет, да, или вырастет и сразу засохнет. Посмотрите внимательно, что только плод появляется в этой земле. Везде оно прорастает, но плода никогда не бывает. И мы сейчас такой эксперимент проведем. Три недели назад дядя Паша, брат Павел, говорил, что означает пять. Что означает high five? Кто помнит? Honor your father and your mother. Все запомнили, да? That was fun. Five. Кто пришел домой и начал это исполнять? Кто сразу начал слушаться маму с папой? И вот на этих три недели, пока я сейчас не спросил, все пошло гладко. Дети опускают головы, на меня не смотрят, значит, не все пошло гладко. Это как раз говорится об вот этой соил. Когда семечко падает, оно должно принести плод. Если оно не приносит плод, если что-то улетает от нас, и мы забываем, хотя мы с радостью принимаем и запоминаем, что это означает, но оно уходит, и оно не приносит плода, значит, что-то не в порядке с этой землей. Скорее всего, эта земля не вот такая. Скорее всего, эта земля или такая, или такая, или вообще теперь этого слова нет. Детишки, мое пожелание вам, чтобы вы внимательно слушали и слышали, и не просто принимали, а запоминали. Еще один такой маленький пример. Кто знает Golden Rule в Библии? Golden Rule. Золотое правило. Мы все его знаем с детства. Treat others the way you want to be treated. Кто знает это правило? Все знают. А кто использует это правило всегда? По отношению к братику, к сестричке. Do you guys treat your brother and sister the way you want to be treated always? Not always. Which soil are you? Если вы всегда с братику и сестричке относитесь хорошо, будут плоды. Это семя будет прорастать. Если нет, то этого плода не будет. Аминь? Аминь. Слава Господу. Спасибо за внимание. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Силы моё и селият и безмаян. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господь, ты моя Радость, моя Сила Моё История и Песная И если бы Маслина изменила А Нима больше пищи не дала Господь, ты моя Радость, моя Сила Моё История и Песная Родители, проходите Это хорошо, когда родители приносят Детей на благословение Это родители делали Еще в том веке, когда был Иисус И они приносили, благословлял Что Христос помолился и благословил детей И, пожалуйста, скажите имя Фамилия ребенка, которого вы принесли Давид Граждьера Давид Граждьера Прекрасное имя Мы очень рады, что родители Принесли ребенка на благословение И Господь благословляет Мы молимся, как церковь И Господь благословляет Я бы хотел оставить вам пожелания Родителям Это какой у вас уже? Четвертый дет Четвертый дет Что благословение Смотрите, читаем 126-й Псалом Вот наследие от Господа Дети, награда от Него Плод, чрева Вот наследие от Господа Дети, награда от Него Дар Божий Награда, дар Подарок от Господа Господь вам дал И Он подарил вам Давида Прекрасного сына И Он говорит Что стрелы в руке сильного То сыновья молодые Блажен человек Который наполнил Ими колчан свой He says A blessed man Юра, ты благословен Вы благословены Что вы наполнили Колчан свой With kids Эти стрелы And it's a blessing Это gift from the Lord Который Господь вам дает Но есть, я бы сказал Что Господь ожидает От родителей От вас Как обращаться С этим подарком Который Господь дал Этот подарок Который Господь дал И Он хочет Чтобы мы По свой Как обращаться с ними И Господь оставил На Священном Писании Некоторые родители Вы знаете Эти истории Которые оставляют Своих детей Вы знаете Такие Horrified stories That mother Just left her child Right by the door Somewhere И это нас Сразу трогает Наше сердце How can she Leave a child Или родители Оставили Отвезли куда-то Выкинули Но написано Это награда Это A gift from the Lord И смотрите Я бы сказал Три вещи Которые Господь Ожидает От вас Как родители И как обращаться С этим подарком Он хочет Чтобы вы приложили Любовь к Нему Чтобы вы любили Его Чтобы вы Относились С любовью Одна мать сказала У них было Два сына И потом Третий родился И она говорит Такое This one wasn't planned We did not expect this one И такие слова Высказывают Мы как бы Не хотели Его Мы не хотели Его 1 Коринфянам 8.1 А любовь Назидает Последний стих Verse of А любовь Назидает Любовь Приносит Назидание В семью Приносит Назидание Вашему ребенку Любовь Если любви Нету В семье Если любовь Ребенок Не чувствует В семье От родителей Это Это One of the Important things That God wants To tell parents To love their children Как Господь Возлюбил церковь Возлюбил нас Он хочет Чтобы мы Любили Наших детей И вы слышали Эти истории Когда родители Не любят Своих детей They come out Pretty messed up Которой нету Любви Родительской Отца Любви Матери Любви И Господь Говорит Что вы Любили Давида Прилагали Всю его Любовь Благословляли Его Второе Господь Говорит Священным Писанием Ефесянам Ефесянам 15 стих 5 глава 15 стих Итак Смотрите Поступайте Осторожно Не как неразумные Но как мудрые Дорожа времени Потому что Дни Лукавые Давид Будет петь Да Да И некоторые Ученики Когда слышали Это Говорили Не надо Чтоб дети Приходили Не надо Христу Не надо Не пускали Детей Потому что Они плачут Нет А мы говорим Приносите Детей Даже они Плачут Они балуются Здесь Маленькие We want Kids in the church И он Вы знаете Что дни Лукавые Вам это Не надо Говорить Время Которое Давид Будет Расти Это дни Очень Лукавые И мы знаем Это И он Говорит Дорожите Временем У вас Наверное Есть Сколько Пятнадцать Лет С ним Шестнадцать И все Шестнадцать Лет И Господь Говорит Дорожи Временем Юра Юра Неля Потому что Дни Лукавые Spend time With your kid Родители Которые Не тратят Не то что не тратят Не проводят Время С детьми Им нужно Проводить Время С детьми Go places Play with them Играйте с ним Игрушки В океане Go swim Проводите Времени Потому что Дни лукавые И все Что вы Вложите В него Это на вас Обязанность На родителей И последнее Это Discipline И мы знаем В притчах Сколько сказано О воспитании Кого любит Господь Того и наказывает He says He disciplines Когда нас Родители Наказывали Или наказывали С любовью Не то что Они хотели Нам больно сделать Потому что Они нас так любят Не хотели Чтобы мы Оставались Такими Как мы есть Три вещи Это любить Проводить Времени с ним And discipline И мы сейчас Будем молиться Я бы хотел Чтоб мы С церковью Стали Помолились Родители Будут молиться Неля Помолится Юра Потом И я помолюсь И все Мы будем Вместе Молиться Дорогой На этом месте Господи И стремить Так Твоей Истине Слава Тебе Что Ты подарил Мне семью Деток Господи Сына Подарил Слава За все Необходимость Что Ты мне Даришь И прошу Давай Мне мудрости Господи Правильно Как воспитать Своих детей Пусть Благослови Его Благослови О Господи Твоим Благословением Чтоб он Вырос Был Твоим Детем И все Что Ты Предназначил В этой жизни Ему Исполнить Чтоб он Исполнил Я прошу Особенно За родителей Благослови Их Благослови Их Чтоб они Прилагали Любовь К нему Время Воспитание Господи Мы благодарим Тебя За этот дар Который Ты даешь Им Мы славим Тебя Что Ты Господь Великий И чудный И мы Славим Тебя Что Ты Даешь Жизнь Человеку Слава Тебе Отец Иный Дух Святой Аминь Не уходи Не уходи Иисус Не уходи Мне страшно Без Тебя В земном пути Как ночью Ладному Глуши Лесной Путеводитель Будь Всегда Со Мною Я Ошибаться С Малых Лед Гораз Но Ты Меня Оберегал Не Раз Наставни Мир Столько Зла И Бед Не уходи Мне нужен Твой Совет Противник Много Раскаленных Встрет Пускал Уже Сразить Меня Хотел Я Без Тебя Не Продержу Семья Начальник Веры Не Оставь Меня Я Ошиб Ошиб С С Малых Лед Гораз Но Ты Меня Оперегал Не Раз Доставни Мир Столько Зла И Бед Не Уходи Мне Нужен Твой Совет Не Любящий Других Ким Мал Иметь Своей Жизни В том Чтобы Любовь Иметь Но Нет Без Бога Вечного Огня О Бог Любви Не Покидай Меня Я Ошиб С Малых Лед Гораз Но Ты Меня Оберегал Не Раз Доставник Мир Столько Злой Дэй Не Уходи Мне Нужен Твой Совет Хочу Я Встретить Вечную Весну С Тобой Господь А Если Я Усну Как Лазаря В Пещере Раз Буди От Смерти Жизнь Меня Перебеди Я Ошибаться С Малых Лед Гораз Но Ты Меня Оперегал Не Раз Наставник Мир Столько Злой Бег Не Уходи Мне Нужен Твой Совет Я Ошибаться С Малых Лед Гораз Но Ты Меня Оберегал Не Раз Раз Наставник Мир Столько Злой Бег Не Уходи Прилучим Твой Совет Хорошую притчу Антон прочитал и сказал, что дьявол хочет похитить слово, которое сеется. И вот чего мы призываем, чтобы мы приносили нашей Библии на собрание, чтобы мы были фокус, чтобы мы записывали, чтобы дьявол не мог украсть истины, потому что мысли прилетают и были на фокус, и дьявол крадет истины в это семя, которое сеется для каждого из нас. Брат Сергей. Приветствую, дорогие братья и сестры. Очень рад видеть всех в этот воскресный утренний день. И благодарность Богу, что Он нам посылает такие моменты жизни, когда для этой семьи и для нас, когда мы можем вместе видеть и молиться за детей, которых Бог даровал. И я также хочу несколько слов сказать. Вот посмотрим на современный мир, да, то ужаснемся и вздрогнем от того, что как сильно разрушается сегодня вот институт семьи. То, что было заложено Богом, Слове Божием, да, вот те заповеди драгоценнейшие, да, в десять заповедей, где почитание отца и матери своей, да, где уважение должно быть. Как оно сильно сегодня разрушается. И это большая печаль и беда того, что сегодня многие родители относят своих детей не в церковь, чтобы благословить, а куда они несут. Они несут в приюты, в детские дома, в интернаты сдают. И в результате из-за этого растет огромнейшим количеством преступность, которые потом порождают строить новые тюрьмы, которые уже не вмещают их просто сегодня, количество тех, которые совершают эти тюрьмы. Они переполнены, заполнены. Если бы те люди понимали бы последствия всех тех ошибок, которые они допускают с детства, и родители, и дети бы понимали бы, насколько важно и ценно уважать своих родителей. В Библии много есть места. А какие благословения будут, если дети будут уважать своих родителей? Там, начиная от материальных благ и заканчивая от физических, благословений духовных, которые будут. И дети, обязательно помните об этом. Написано в Библии, даже если родители хотя бы отец оскудел разумом, все равно почитай его, уважай. Не ищи чести в бесчестии отца. И много-много-много об этом надо детям часто говорить. И помнили, чтобы и их дети радовали потом, когда у них будут. И это взаимосвязано. Это та цепочка, которую нельзя разрывать. И мне сегодня тоже хотелось бы поговорить о том, чем мы часто больше всего в нашей жизни рассуждаем. И о том, чем этот мир, в общем-то, вкладывает больше всего. С утра, когда мы встаем, мы часто говорим нашим детям о безопасности. О чем-то быть внимательным, берегитесь, будьте собранными, будьте максимально внимательны к тем или иным вещам. Этот мир очень много уделяет безопасности. Если мы посмотрим, сегодня создаются правила новые, новые, новые для того, чтобы как-то обезопасить человека. На производстве, на работе, финансовой безопасности, медицинской, когда нам говорят, буквально за год появилась новая система безопасности, где нам требует всем одевать маски и дистанцию соблюдать и прочее, прочее. И мир все жестче и жестче. И тем не менее, безопаснее не становится. Мы чувствуем эти кризисы и финансовые потрясения и прочее, прочее. Человек не чувствует себя защищенным даже в самой безопасной стране в мире. Где огромнейшая армия, где, в общем-то, самое лучшее современное оружие. И тем не менее, многие люди не чувствуют даже здесь безусловной безопасности. А почему? Вопрос. Потому что в Слове Божьем есть много, где сказано о духовной безопасности. И люди забыли эту духовную безопасность. И перестали об этом размышлять. Каждый думает больше о каких-то физических, материальных. Но в Библии есть очень много мест, о которых сказано, что берегитесь чего-то особо, будьте осторожны, будьте внимательны. Если мы посмотрим и прочитаем во всей Библии, очень много есть мест, где сказано о том, чего надо опасаться, чего надо беречься. И начиная с Ветхого Завета, где говорится, чтобы вы берегитесь, чтобы вам не забыть Завета Господа вашего. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше. Берегитесь заклятого. Берегитесь даже своего друга, если доверять ему слишком много чего-то. Потом в Новом Завете сказано, берегитесь лжепророков, берегитесь закваски фарисейской. И много-много чего еще. Но я хотел бы сегодня прочитать в основу своей проповеди, взять стих, который записан из послания апостола Павла, первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И вот берегитесь, чтобы не упасть. Пусть это будет главной мыслью сегодня в нашем рассуждении. Я хотел бы, чтобы также есть место, где апостол Павел также призывает римлянам, 12 глава, 3 стих. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры каждому, которую Бог уделил. И вот о том, что же все-таки является нашей сегодняшней безопасностью, что все же должно быть на самом деле, а не то, что мы иногда думаем. Вот как здесь написано, кто думает, что он стоит, кто думает, кто фантазирует, кто может быть предполагает, что он сильный. И мы знаем примеров очень много в жизни, когда какие-то спортсмены очень сильные, успешные, которые побеждали всех на рингах, боксеры или борцы, или еще что-то. Приходит момент, когда кто-то их тоже победил. И они думали, что они непобедимы, может быть, сами себе. Может быть, они размышляли, что их никто никогда не победит, но тем не менее проходит время, и они свержены с этого пьедестала. Все. И кто-то другой занимает это место, первое место. Также и в нашей жизни есть очень много моментов, которые нам дают уверенность, или, будешь сказать, даже не уверенность, а самоуверенность, самонадеянность и даже самовлюбленность. И в духовной жизни это очень опасно. Ну, апостол Павел сказал, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И вот это слово берегись, оно должно быть ключевым и важным в нашей жизни. Постоянно. Потому что, как бы мы ни стояли твердо на своих ногах, и как бы мы ни были в себе уверены, и как бы мы ни шли по этой жизни, мы должны от чего-то постоянно опасаться и беречься. Есть моменты, которые подвергают нашу жизнь, как духовную, так и физическую, постоянно опасности. И для этого нам нужно убедиться, что действительно быть уверен. Сегодня я хотел бы также на примере одного вот ветхого заветного такого персонажа, антигероя, ну, может быть, и героя даже в некотором смысле он был. И мы сегодня говорили о самом, Эрик прочитал, про самого маленького, жадненького, который вот все себе греб, 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 у него потом раз глаза прозрели, он увидел Христа. Он стал зрячим, духовно человеком. Он до этого был в слепоте какой-то. Он жил для себя, в свое удовольствие. Ну, в Библии есть примеры, которые были довольно-таки зрячими, сильными, высокими, мужественными, и потом ослепли. И этот пример мы знаем, первый царь, который израильский был, Саул, да. Ведь удивительно, что кончина его вообще страшная. Это когда он покончил жизнь фактически самоубийством. И что привело его к этому, к этой смерти такой трагической и ужасной? Конечно, это его самонадеянность и гордость, и самовлюбленность, и жажда власти, и жажда денег. Может быть, не денег, а того, что корость какая-то, которую он имел. И где я размышлял об этом и думал, когда же началось его падение? И вот на примере Саула хотелось бы обратить внимание. Прежде всего, чтобы мы знали, что у нас есть физическая сила, да, есть, мы можем себя чувствовать прекрасно, молодость, мы можем быть уверены в себе. И написано в Библии, Псалом 19, 8 стих, иные колесницы, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Мы можем хвалиться многими вещами в этой жизни, успехом. Он может хвалиться, может быть, тем, что у нас что-то нам легко дается, и тем самым мы чувствуем какую-то уверенность. И действительно, у Саула был прекрасный жизненный путь, начало вернее. Он, можно сказать, был простым там пастухом, земледельцем. Он был взят от сахи. Кто знает, что такое саха? Это плуг, за которым он ходил просто землю, как лопатой. Мы сегодня огород, кто-то знает, как перекапывают, да? Так и плугом раньше перекапывали. Иногда они даже сами этот плуг тащили, несколько человек, когда не было валов, или ослов, или коров, или лошадей не было. И приходилось физически самим это делать. И вот он занимался земледелец, он эту землю перекапывал, можно сказать. И был взят, он потерял ослист, пошел искать своей слугой. И тут вдруг сразу неожиданно коронация такая мощная. Вот он из этого, от сахи был взят и сразу царем поставлен. Ну, удивительно. Казалось бы, он должен был всегда об этом помнить, всегда знать. Он не из царского рода был. Он не был там каких-то кровей особенных. И он должен был об этом понимать. Но Бог дал и верил в него. И давал ему дары особые, когда он мог и пророчествовать, когда он мог иметь. Он имел чудесные победы удивительные. Ну, где-то совсем немножко, что-то он там нарушил. Совсем мелочь какая-то. Вот если мы посмотрим и прочитаем, где же случилось его падение. Вот в первой книге царств написано, в 13 главе с 8 стиха написано. «И ждал он семь дней до срока назначенного Самуила. А Самуил не приходил в Галгал. И стал народ разбегаться от него. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения, для жертвы мирных. И вознес всесожжения. Но едва кончил он всесожжение, всесожжение, возношение всесожжения. Вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать. Но Самуил сказал, что ты сделал? Вопрос такой. Что ты сделал? Задает ему. А Саул отвечал. Я видел, что народ разбегается от меня. А ты не приходил на значенном времени. Филистимляне же собрались в Мехмассе. Тогда подумал я. Опять, видите, подумал я. И вот здесь вот я просто хотел бы сказать. Картина ужасная. Огромнейшее полчища филистимлян, которая наседает на них. Которая сейчас приведет их к смерти, разрушению. Где взять? Самуил не приходит. И можно тысячу раз оправдать Саула. Казалось бы, ну что же это? Что тут такого-то он сделал особенным? И вот здесь он говорит, я подумал. Он сам подумал. И очень опасно нам жить просто по нашим думкам, по нашим фантазиям. То, что нам пришло в голову. Есть определенные заповеди Божьи, законы Божьи, которые Бог установил. И не какие-то нормы человеческие, морали или нравственности. А есть заповеди Божьи, которые мы должны придерживаться и которые мы не должны нарушать. И вот то, что он подумал, оказалось роковым для него. И придут теперь филистимляне у Галгала. Я еще не вопрошал Господа, он говорит. И поэтому я решил, он решил принести все сожжения. Он не отверг здесь жертвы Богу. Он, казалось бы, все соблюл, все сделал правильно. Он не отказывается от жертвы возношения к Богу. И сказал тогда Самуил Саулу, куда ты поступил? Что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано тебе было. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему. И повелит ему Господь быть вождем народа своего так, как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. И в этом отношении очень важно помнить всегда, что Саул преследовал, какие цели у него были. И безответственно относился к тем обещаниям и к тем заповедям, которые он обещал Богу исполнить. И в этом действительно была его и большая трагедия, и ошибка. И вот мне хотелось бы еще обратить внимание на то, что несмотря на то, что он был физически сильным и смелым, и эти качества присутствовали в нем, но тем не менее это не давало ему гарантии безопасности. И в нашей жизни тоже так же бывает и духовная сила, которую вроде бы мы и обретаем, и сильнее становится. И мы думаем о себе, что мы способны на великие подвиги. И в моей жизни было так, когда я там постился, молился, читал Слово Божие день и ночь, и вроде бы все, я думал, я уже вообще, мне казалось, я уже не грешу. И когда-то еще по моей молодости я у своего дедушки долгое время находился после аварии. Я настолько посвятил себя в течение какого-то времени, посвятил себя вот именно молитве и изучению Библии. И потом я с ужасом взглянул на себя, это было некое какое-то самолюбование самого себя. О, мне казалось бы, смотри, какой я стал хорошим, и я больше стал размышлять не о Боге, а о самом себе, что я чего-то достиг. И вот в этом была большая опасность, и это трагическая опасность даже многих монахов там в монастыре, которые вроде бы всю жизнь свою посвятили Богу. Но свою гордыню они не победили, и самовлюбленность, самонадеянность не победили. Вот поэтому в духовной жизни это тоже очень опасный такой момент, когда он приводит к падению, причем очень большим падением. И надо быть всегда на страже своего сердца и правильно расставлять приоритеты в своей жизни. И также люди очень много опираются на безопасность своих знаний. Это я говорю сейчас о ложных понятиях своей безопасности, когда люди, допустим, не основываются на Слове Божьем, да, где говорится, чего надо беречься конкретно, и чего надо опасаться, и к чему быть внимательным. А я говорю о том, что люди часто ставят в основу своей жизни безопасность. И вот когда они много знают, изучают, понимают, почему многие люди в этом мире, ученые, достигшие там больших результатов, открытий, Нобелевские лауреаты, они, мне кажется, что никто лучше их уже ничего не знает. И они действительно в этом плане очень самовлюбленные, и им не до вопросов вечности, не до вопросов Бога. Зачем им Бог, если они и так все знают? Они сами могут расписать новую теорию сотворения мира, или создания, или образования мира. И действительно, многим в этом плане не из-за того, что их знания переполняют, из-за того, что им вот эта гордыня, и самомнение, и самоуверенность, можно сказать, в тех знаниях, не позволяет смириться пред Творцом, Высшим Разумом. И в Библии очень часто сказано о том, что вот написано в Коринфянам, во 2 главе 12 стихе, «Но мы приняли не от Духа мира сего, а от Духа от Бога, мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, знать, дарованное нам от Бога, что мы и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от кого? От Духа Святого. Соображает духовное с духовным. И вот об этом нужно всегда нам знать и помнить, что знания, они надмивают очень часто. И когда мы слышим больше всего в нашей жизни, что я все знаю, в каком возрасте? Вот дети очень часто, они говорят, я все знаю, я все понимаю. И иногда мамы так восхищаются своими детьми, там, сыновьями, что они даже забывают про своих мужей. Что мой сыночек скажет? Это важнее даже иногда бывает. Ну, понятно, родители, это их, как говорится, кровинушка, они там переживают все. Но вот здесь вот очень опасно, чтобы не было такого представления, что дети, да, говорят, что мы все знаем. И они при том так уверенно говорят иногда, что действительно кажется, что он действительно все знает. Вот. Но на самом деле мы понимаем, что когда человек столкнется с реальной жизнью, когда ему надо будет что-то сделать своими руками, там, сотворить, починить что-то, оказывается, он много чего не знает, он не понимает. Ему еще очень долгий путь проделать, чтобы он чему-то научился вообще. Меня больше всего пугают люди, которые на работе приходят часто и говорят, мы все знаем. И мне кажется, ну, сразу к этому человеку настороженно начинаешь относиться, потому что понимаешь, что после него придется тебе все переделывать. И в этом плане тоже надо всегда помнить, что мы в этой жизни живем, что этот мир, настолько мы немножко знаем вообще об этом мире, что если посмотреть, и даже нормальные ученые, которые рассуждают, они говорят, мы из 100% всего этого мира, может быть, какую-то сотую часть только знаем. А может быть, и этого не знаем. Ну, несмотря на то, что человек там бороздит космические просторы, уже летает на Марс, а оказывается, если заглянуть глубже, что человек-то и в себе ничего не знает, в молекулах-атомах, в микроатомах, он до сих пор ничего не может разобраться до конца. И вот в этом очень важно помнить, что, да, мы можем постигать знания, много совершенствоваться, но нам нужно духовно понимать и знать, и делать упор не на знания физические, человеческие, но на духовные знания. Ну, и также очень опасно то, что мы вот на примере видели в Сауле, это сила власти, это когда человек обретает что-то в своей жизни. Вот когда он дорвался до этой власти, Саул, и когда он видел, какие победы, и как его люди встречают, он был поражен, как это льстило ему слух, его слух, как это льстило ему сердцу, как он восхищался. И действительно, благодаря этого царя, можно сказать, Израиль соединился в один кулак. Они стали одним целым выступать. Раньше они между собой ссорились, там, друг у друга, что-то грабили, там, воровали, там, ходили, что-то забирали, били, там. Постоянно у них были эти разбои, не только там посторонних народов, ну, и своих между собой, но ему удалось объединить, вот, как государство, как сделать одну армию, и они выступали одним целым, и, в общем-то, они умели, имели большой успех. И это было поразительно. Его власть бы, и его действительно укреплялось, могущество, их начали бояться другие, там, и филистимляне, и амеликитяне, и прочее, прочее. Ну, вот это состояние, когда он дорвался до этой власти, и он стал ей пользоваться, она стала приносить ему удовольствие, и он любовался этим всем, она его и погубила. И здесь написано, что, вот, в Псалме 2 главе написано, «Ты поразишь их жезлом, их железом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. И какая бы власть сегодня ни была дана тому или иному царю, президенту, премьер-министру, государству сильному, они должны всегда понимать, что этой власти придет конец когда-то. История человечества показывает, какие бы могущественные империи не возникали бы на этой земле, всегда приходит им конец. Причем иногда печальный конец, ужасный конец, разрушение. Какая бы ни была там могучий Советский Союз, который во главе там был, Ленин, который действительно там объединил охромнейшее количество народа, там 360 национальностей было, разные республики, которые. И все были под одним флагом, и все под одним девизом жили. И тем не менее, где этот Советский Союз разрушен? На наших глазах это все было. И тем не менее, надо помнить, что власть, это все равно в Божьих руках, это от Бога. И все цари земные должны понимать. И Саул, если бы хорошо это знал, то он бы не держался так цепко своими ручками за эту власть. Он понимал, что... Но когда он узнал, что... Когда ему уже приговор подписан был, и это еще хотел немножко прочитать. Одно место, которое записано в книге Царств, где очень важно здесь, я хочу обратить внимание, когда пришел Самуил к Саулу, это 15 глава, 13 стиха. Он сказал ему... Вы помните всю эту историю? Он сказал ему, благословен ты у Господа... То Саул сказал ему, благословен ты у Господа. Я исполнил слово твое. И сказал Самуил, а что это я за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул, привели их... Он как бы так оправдывается. То это мелочь какая-то там. Ну, привели их от Амалика. Так как народ пощадил лучших из овец и волов. Для чего? Для жертвоприношения к Господу твоему. Даже уже не своему, а твоему, говорит. Прочие же истребили. Видите, он как докладывает. И сказал Самуил Саул, подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул, говори. Тогда сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой у колена Израилева, и Господь помазал себя царем над Израилем, и послал тебя Господь в путь, сказав, иди и предай заклятию нечестивых амалитетян, и воюй против них, доколе не уничтожишь их. Зачем же ты не послушал глаза Господня, и бросился на добычу, и сделал зло перед очами Господа, и сказал Саул Самуилу, я послушался глаза Господа, и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага царя Амалийского, и Амалика истребил, на рожи из добычи, из овец, и воло взял лучшее для заклятого, в жертвоприношение Господу, Богу твоему, Голгале. Ну, и мы знаем, что ответил Саул. Очень важные слова. Отвечал Саул, неужели всесожжение жертвы, казалось бы, он, да, для жертвоприношения принес, все хорошо вроде, но он сказал, неужели всесожжение жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господа. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука, а вновь, ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление тоже, что и долопоклонство. Зато ты отверг Слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Ну, и, конечно, эти слова, которые прозвучали, они как бы вот такую черту подвели под его жизнью, его властью. Хотя он еще стоял, он долгое время еще стоял твердо на своих ногах, и вроде бы ничего ему еще не угрожало, он дальше. Но он уже с Самуилом никогда больше не встречался, и Самуил никогда больше не являлся ему. То, что это уже там с волшебницей, и с этими оккультными всякими движениями Саул имел встречу, это уже обман был. Но то, что он лишился вот этой благодати, и апостол Павел не случайно напоминает и говорит, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот это стояние нашей силы и безопасности на финансах, там, на власти, на успехи каком-то. Оно не должно, не должно нас в этом плане, не должно нас обманывать. Мы должны ясно и понимать четко, в чем же наша сила на самом деле. И характер истинного христианина, его безопасность заключается в исполнении заповеди Божьей. И, как написано в Библии, что помогай другим становиться сильнее, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Также написано, не угождайте себе. И здесь написано, вот Иаково, братья мои, не многими делайтесь учителя, зная, что мы подвергаемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот не согрешает, могущий обуздать все свое тело. И вот здесь очень важно помнить, что мы должны следить за своим языком, за своим гневом, за своими желаниями, которые в нас проистекают, которые выплескиваются очень часто. Это те моменты, которые нам позволят быть на страже своего сердца и своего разума. И вот источник силы и пример Христа, который он нам оставил, который мы можем находить в нем. Это и так. Как Христос пострадал за нас плоти, так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающей плотью перестает грешить. Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаем, не чудайтесь, как приключенного для вас страна. Поэтому в нашей жизни те испытания и те трудности, которые встречают, принимайте с благодарностью, с радостью. И это пример Христа, который действительно, через который мы будем обретать и опытность, и знания, и еще тверже будем стоять на ногах. И опасность уже не будет так страшна нам. Но это не будет самоуверенность или самовлюбленность, а это будет то, через что мы сами прошли. Истина. Также, которая должна, о которой Виталик сегодня говорил, это истина, которая лучше уповать на Господа, нежели надеяться на кого? На князей. Какие бы они сильные ни были. Какое хорошее государство мы не жили. Нельзя уповать на ту финансовую, там можно сказать, вроде бы финансы очень хорошие. Но тем не менее, люди сегодня тоже теряют. Они мечутся там, то в электронные деньги, то еще куда-то вкладывают. И это постоянное желание обезопасить себя. Ну, и последнее, что я хотел бы, мысль такую сказать. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы все говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслей. Это единство. Это то, что вот мы сегодня пришли сюда в едином духе, в едином порыве пред Богом предстаем и возносим Ему славу и хвалу, и укрепляемся, и делимся друг друга, назидая и вразумляя этими истинными. Пусть Господь благословит вас. И давайте сейчас склоним и помолимся пред Ним за то, что Он нам дал это Слово Божие. Господь, дорогой, благодарность Тебе за то, что Ты по милости своей научаешь нас сегодня и вразумляешь, и ведешь нас по этой жизни. И сохрани нас от самовлюбленности, самонадеянности, чтобы мы были уверены в Тебе, чтобы мы твердо стояли на ногах, Господь, когда уповаем на Тебя, когда мы едины, когда мы друг другу помогаем, когда мы в этом испытываем силу и надежду, Господи. Дай нам так же принимать от Тебя все те испытания, которые в нашей жизни происходят, как благо, чтобы мы научились быть сильными и твердыми, и мужественными в духовной жизни, также в физической жизни, чтобы мы были так же уверены, Господь, не опираясь на наши какие-то способности, знания, финансы, или здоровье, или еще что-то, Господи. Но дай нам всегда помнить, что вся наша жизнь, Господь, целиком и полностью зависит от Тебя. Тебе мы благодарим. Благодарим Тебя, Бога нашего великого и чудного. Аминь. Когда бушует жизнь, огнем меня крестят, Оно всегда твержу себе на память. Зачем мне унывать? Имею я Христа, Что может у меня Его понять? Зачем мне унывать? Зачем мне унывать? Имею я Христа, Что может у меня Его отнять? Разруха и война, Волненья по местам, И море глад грядущие тревожно. Не страшна мне судьба, Имею я Христа, Что может у меня Его отнять? Не страшна мне судьба, Имею я Христа, Что может у меня Его отнять? А если иногда уносят поезда, Друзы мои в далекую разлуку, Зачем мне унывать? Имею я Христа, Что может у меня Его отнять? Зачем мне унывать? Зачем мне унывать? Имею я Христа, Что может у меня Его отнять? Я знаю узок путь, И тесны тем рода, Что нас ведут от смерти И вечной жизни. Но мне ли унывать? Имею я Христа, Что может у меня Его отнять? Но мне ли унывать? Имею я Христа, Что может у меня Его отнять? Имею я Христа, Давайте мы присядем. Есть моменты жизни, в которой мы живем, и порой для нас непонятные, они случаются в жизни нашей и с каждым из нас. И порой мы людей встречаем, и мы провожаем. У нас такая церковь уникальная, что мы много людей и встречаем, и провожаем. И у нас сегодня есть печальная новость для церкви нашей. Брат с сестрой, их семья будет уезжать, и мы бы хотели, чтобы они прошли сюда вперед. Мы за них помолимся. Помолимся, благословим. Я думаю, вот эта песня была спета, сейчас в общем пение, чтобы хоть трудности в жизни проходят у нас, что нам нечем унывать, потому что мы имеем Христа. Где мы были? Печально для нас, что они уезжают. Что они уезжают с семьей, переезжают, и может Петя скажет пару слов, куда они направились? Ну, мы недалеко, на соседний остров, так что будем еще, надеюсь, приезжать, видеться. А к нам приезжайте тоже в гости. Очень вам благодарны, что здесь могли быть, в этой церкви. Очень Господу благодарны, что Он нас провел путем, которым Он провел. И вам тоже желаем, чтобы вы дальше трудились, благословений. А сколько вы уже здесь на Хавайях? На острове этом? Два с половиной. Два с половиной года. Вот так время летит. А кажется, только приехали, да? Только приехали, вот да. Вот так. Ну, вам такое пожелание, чтобы вы, где вы были, и это новая chapter of life, это новый переезд, new chapter of life, чтобы вы, где вы были, знали, что главное у нас есть Христос, нас скрепляет. нас скрепляет. Нас скрепляет Иисус Христос с разных мест, где мы живем. И здесь люди, которые приехали тоже. Мы не знаем, сколько мы здесь будем. Также каждый не знает, сколько времени. Но мы рады встречать людей. И с печалем мы провожаем. И мы хотели бы помолиться, как церковью за вас, благословить ваш путь. Благословить вот этот new chapter, когда вы начнете, чтобы Господь все устроил, и все в его руках. Давайте мы встанем и помолимся за них. Дорогой Небесный наш Отец, мы Тебя славим и благодарим. Благодарим Тебя, Господи, что Ты скрепляешь наши сердца, и Ты, Господи, даровал нам общение с братом Петей, с сестрой Настей. Благослови их. Благослови их new семью. На новом месте устрой все на соседнем острове. Благослови, Господи, где бы они были, чтобы они были светом, и зная самое главное, что Ты у нас есть, что нам нечем унывать, когда мы имеем Тебя. И порой, Господи, мы забываем это, но Ты, Господи, ободряешь нас, и Ты нас ведешь своим путем. И Ты, Господи, провел здесь и хранил два с половиной года. Благослови в дальнейшем. Сохрани, Господи, ихних деток. Благодарим Тебя, Господи, что они потрудились здесь, благословляли. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И мы бы хотели подарить от церкви такой подарок мы всем дарим Ханалулу Славик Чёрч Охана Фэмили, чтобы вам напоминало на большом острове здесь есть Охана Фэмили. Фэмили, Бог благословит вас, и вашу семью. И я надеюсь, мы будем видеться чаще, когда вы будете прилетать сюда, или мы туда полетим. Благословения вам от Господа. Спасибо. С Богом. Давайте встанем, помолимся, поблагодарим Господа за это служение. Дорогой Небесный наш Отец, мы славим Тебя и благодарим. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты говорил нам. Благодарим Тебя, Господи, за участие, которое было, за пение, чтобы мы вместе могли славить Тебя, за родителей, которые принесли ребенка, чтобы Ты, Господи, благословил. Мы приносим наши нужды к Тебе и благодарим, которые Ты на молитвы отвечаешь. Мы молимся также за брата Николая, который имеет COVID. Поддержи, Господи, и исцели все в Твоих руках. Молимся за братьев и сестер, за семьи, которых нету среди нас, за семью Митсевич, за Рому с Алиной. Господи, благослови. Благослови, Господи, тех, которые когда-то были, по какой-то причине не приходят. Помилуй их. Благослови Александра и его жену. Мы молимся также за подростков, за молодежь, за детей. Сохрани, Господи. Господи, мы просим благослови на этой неделе, что все, что мы слышали, мы могли использовать или практиковать в нашей жизни, чтобы мы ходили в истине, не только рассуждали о ней, а ходили, Господи. Благослови, Господи, нас, чтобы мы береглись того, Господи, что не славит Тебя. Береглись, Господи, какой-то надменности, гордости. Мы благодарим Тебя за все, Господи. Благослови, Отец и Дух Святой. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова